Всем привет! Немного новостей с Поляны Дома 2 в реальном времени. Аганисян рассказал о прогрессе в развитии сына. Стефан уже начал болтать, занятия оказались эффективными. Но он делает это очень неуверенно, чего-то стесняется. И вообще мальчик взрослеет прямо на глазах. Сейчас была такая смешная ситуация, рассказывает Аганисян. Возвращаюсь после лобного и вижу, как Стефан стоит около туалета и делает свои малые дела уже стоя. Это было так забавно. Чем дальше, тем самостоятельнее. Иосиф, отвечая на вопросы подписчиков, ошибся с точным возрастом сына. Он родился в июле, сказал, что Стефану 2,7. Мужчину буквально заклевали из-за этой оплошности. Он просит отстать от него с расчетами. У меня по русскому и по математике двойка. Ненавижу эти предметы, говорит. И Черно защищает мужа. Ну и что, что перепутал месяцы. Это же мужики. Он знает, сколько полных лет, а месяца считать не обязан. К Аганисянам на поляну приезжала служба опеки. Они заполнили документы, рассказывает Саша. Проверили условия проживания ребенка. Заглянули в холодильник. Потом извинились и ушли ни с чем. Работники на стороне Саши. Они даже подсказали ей, как защититься от клеветников. Они мне сказали, что можно сделать с теми, кто пишет ложные доносы. Так что недостойные трепещите. Вчера, во время празднования 19-летия телепроекта «Дом-2», Черно доказала всем, что она на проекте находится на особом положении. Вот она мило беседует, сидя на скамеечке под ласковым майским солнцем, со своим шефом, продюсером «Дома-2» Расторгуевым. Она с ним настолько близка, что шеф обнимает женщину и закатывает от удовольствия глаза. А вечером Черно распсиховалась и обрезала свежие наращенные волосы. Они, говорит, классные, длинные, очень крутые. Я наращивала их весь день, но я привыкла к каре. К тому же Саша Фоломин раскритиковал новую Сашину прическу в пух и прах. Сказал, что она себя испортила, стала как все, и стал слезно просить вернуть креативное каре. И Черно сделала это. А вечером женщина в компании с Самониной и Рахимовой отправилась в ночной клуб. Там ее встретили друзья Даня Сахнов и Алексей Кудряшов с женой. Сахнов так мило танцевал с Элиной. Рахимова, судя по всему, находится в активном поиске. Ранее она интересовалась и у Захара Саленко, есть ли у него девушка. Этой ночью Элине нужно было обязательно разрядиться. Она переволновалась на голосовании. Сегодня мы с Серегой чуть не покинули проект. Я собрала шесть голосов против себя, а Сережа семь. Но живем дальше, ненавидим друг друга или любим, покажет время. Сергей должен был уйти, но его решили оставить, так как на шоу недобор участников. Все подробности в эфире через неделю. Пухон Балте давно мечтает встретиться с Верой Брусницыной, сосяд, с Людмилой Дружининой, с Еленой Бураковой и другими. Со всеми своими самыми преданными поклонницами. Девочки, можем устроить встречу все вместе 15 мая в Москве. Кто готов? Поедете или нет, пишите в комментариях. Илья Яббаров, который приезжал на празднование дня рождения телепроекта, поет дифирамбы продюсеру Расторгуеву. Я считаю его за отца. Он вложил в нас много сил, много души, воспитал нас. С Саши можно брать пример, он гений. Я могу говорить о нем сутками и даже написать книгу. Желаю нашему отцу Расторгуеву здоровья, творческого успеха и чтобы он продолжал делать новых талантливых звезд из людей и радовать нашего телезрителя. А Надя Ермакова подставила шефа отца. Показала его с той стороны, которой он старается к камере не поворачиваться. Рубрика «Совершенно секретно», пишет Надя. Кадры из аппаратной. Это наш шеф, который рулит проектом уже 19 лет. Другие называют его батей, а для меня он босс, самый лучший. Хотя я часто его нервировала, когда была участницей. Дашко получила от Расторгуева заманчивое предложение. Меня пригласили сначала в гости на 19-летие проекта. Потом мне вновь предложили вернуться на проект уже с детками и с мужем. Конечно, я бы там навела шороху, но я выросла. Я уже совсем другая. Я стара к таким всплескам и эмоциям, и к таким развитием событий. Наш Дом-2, он был другой. И я отказалась. Я очень бережно отношусь к своей семье и хочу сохранить эту часть своей жизни приватной. Настя спрашивает подписчиков, верно ли она приняла решение. Женщине поступили и другие медийные предложения. Она хочет всё хорошенько обдумать. Неужели предложили стать ведущей? Это все новости на данный час. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...